Этими кадрами сейчас делится в соцсетях жителей Новосибирска. Шесть вечера в одном из густонаселённых районов города внезапно гремит серия взрывов. Горит большая автозаправочная станция. Десятки резервуаров с топливом практически ежеминутно замывают воздух один за другим. Под ногами прохожих земля буквально дрожит. Люди разбегаются от места ЧП. Вздрагивают и пассажиры в автобусах, и автомобилисты. Взрывная волна была такой силой, что выбивала стёкла окон и балконов. И буквально отбрасывала жителей окрестных домов, которые пытались снимать происходящее на телефоны. Первый расчёт прибыл на место уже через 7 минут. Но жизнь соседнего микрорайона находится здесь. Примерно в 100 метрах успели сильно испугаться. Сидела на балконе, обдала с жаром. Стёкла, двери, всё пооткрывалось. В загоревшихся ангарах были газовые баллоны. Рядом стояла цистерна для хранения. На этих кадрах хорошо видно, как многотонный резервуар в момент взрыва пробивает стену склада. И словно игрушка летит по направлению к домам. Взрыв на газозаправочной станции был настолько сильный, что бак, где хранилось топливо, отлетел на несколько сотен метров и чуть не попал в другую заправку, что могло привести к не менее сильному пожару. Пожару сразу присвоили повышенный ранг сложности. Загруженное шоссе перекрыли для движения машин и начали спасать ангары по соседству. Из рядом стоящего павильона спасателям МЧС удалось вынести около 100 газовых баллонов. Прошёл хлопок газоводушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошёл второй хлопок уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную ёмкость. Всего пострадали больше 30 человек. Их госпитализировали в областную больницу. Шестеро из них в отделении реанимации. Состояние достаточно тяжёлое. Восемь человек в профильное ожоговое отделение. Локализовать возгорание удалось лишь спустя три часа после первого взрыва. Сейчас спасатели проливают всё в округе. По факту происшествия Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».